вы наверное замечали такой канал есть бабсовет с викторией и вчера смотрю думать что там на целый час она там натрындела то господи если у вашей у вашего мужа любовница и в общем написала одна бедолага ей попала как кура в ощупь я конечно написал там тоже куча своих комментариев потому что ну я не знаю там такой диссонанс там за начинается здравие канал заканчивается за упокой это просто какой-то тихий ужас это выходной в дурдоме у меня тоже бывает несвязанная речь я тоже бывает так что начала одно закончил другим такой мне бывает я сразу замечаю просекая даже вам тоже говорили гучерк меркнет с вами туда у баба аудитория огромная то есть за без за миллион просмотров больше и уже пора бы как-то связаны ну значит людям возможно нравится я не знаю но дело в том что бабе она там короче она жалуется о том что муж начал переписываться с коллегой проводить с ней время все буквально ее не тащит к ним в постель то есть хвои секс втроем предлагает и все я не знаю что делать думаю бедная баба и вместо чем ей навязать чувство собственного достоинства предложить ей разрушить отношения до конца реально обидится на предательство и предложить этому мужику заново доказывать если она ему нужна с нуля они с момента краха с нуля строить отношения если ему это надо убедить ее в том что она единственное любимое она ее буквально унизила и ей навязала чувство вины что это ты виноват что ваша постели как будто она снимает 3 в этой постели живет и точно знает что проблема в бабе я гря по моему проблема в отсутствие чувство собственного достоинства воспитанном в ее семье вот нас воспитали так что мы второго шанса не даем обосраться что мой отец что моя мать что сестра что я мы не даем второго шанса обосраться а если мы даем второй шанс то он как правило не подъемный да и вроде как и не надо было потому что сидеть в семье жить в семье и постоянно уши на 380 градусов а будет ли еще нож в спину это такое себе знаете и и афонские монахи святое писание сказано там и церковь и церковные служители все говорят что эмоционально женщина создать жизнь мужчины не способны разрушать разрушает только женщина так и создает только женщина может просто виды либо ведется либо не ведется это что-то баба на 7 лет старше вот вы попросите и такое ощущение как будто на потолке не реально кто-то живет с кем она советуется так артистично все она это делает мне прямо очень понравилось как будто вот пригласите бога в свою семью думающий сказал свои трусы вот и тогда он решит и возможно у нее там сопля какая-то полетит и она ему опротивит боже мой то реально выходной в дурдоме вот видите в мультике про снежную королеву там стеклышко попал ему в глаз и он стал безразличным и тут тоже так же я говорю а может быть наоборот господь тебе дает шанс избежать от предателя а бывает так что господь видит твою проблему слышит твою проблему и и решает тебе помочь вот то есть она этого варианта вообще не рассматривает и у мужика появляется 2 3 4 то есть прям сигнал беги беги здесь предатели такой вариант что господь дает себе момент поменять свою жизнь она не рассматривает обязательно виновата баба чудо я говорю чувство вины вот если вы будете молиться просить там еще что то господь вам поможет восстановить вашу семью а возможно господь помогает наоборот ей дать понять что ты с предателем живешь от него надо избавляться что он не изменится если чувствуешь себя в этой семье некомфортно допустим ты плохая пускай она разведется с плохой живет хорошей почему-то и виктория забывать что в христианстве это единственный веский обязательный аргумент что измена одного из супругов даже эмоциональная измена считается изменой думаешь о другом человеке это сейчас современности добавили там и патент не может иметь детей лудоман абьюзер арбузер наркоман алкаш то есть но полностью полностью личность измененная ты не за эту ты выходила замуж я ничего не говорю очень часто женщины сами разрушают свою семью очень часто но есть такие моменты когда и мужики свои челем бы не управляют они патологические блюдуны патологические предатели такие тоже есть у меня тоже есть пример она решила последовать вот такой же проповедница великомученица начала становиться мягче начала стараться угождать и что вы бы думали появилась вторая любовница 3 и 4 он решил что ее это устраивает поэтому опять же отсутствие у женщины чувство собственного достоинства гласит о том что поведение у женщины такое помогите сохранить семью то есть тебе нож в спину заткнул и воткнули а ты просишь чтобы вот дырка от ножа тебя не убила чтобы продолжать вот с этим убийцам жить чаще всего запрос такой идет то есть я чувствую собственного достоинства чувствует самоуважение уважение к себе к своей жизни к своей к своей личности нет вообще я ничего не говорю сейчас очень много таких самоуверенных женщин необоснованно но опять же каждый случай в отдельности каждый случай в отдельности и чаще всего страдает именно те которые стараются вот если баба покладистая она как правило коляску 1 катает а если баба не покладистая у нее толпа выстраивается потому что стервы нравится всем и вот я бы этой женщине оборот посоветовал бы проявить всю свою стервозность который где-то тебя глубоко закапано закопано а это там афонские монахи святое писание кай с гердой то есть из мультиков уже примеры пошли вот видите ему там осколок в глаз попал он стал безразличным и вот если вы ангела попросите вот она я говорю с кем-то там прямо реально советуется она так прямо это артистично делает шуми реально там кто-то на потолке живет таракан павлик и пригласите господа в свою ладно хоть не в трусы семью и вот он решит вот не всегда господь дает то что мы хотим попросите скажите что мне надо опять же люди которые привержены к вере знают что на все воля божья и что не надо ему говорить дай мне вот это я хочу вот это господь лучше знать что для тебя хорошо и если после того как ты начала молиться у него начали появляться другие бабы или не прекратилось вот это все это точно сигнал что господь вмешался и дает тебе понять что ты живешь с предателем а если он предал тебя он может предать кого угодно и тут уже твое право развестись это единственный веский аргумент в первую очередь на протяжении всех веков до недавнего времени еще и прибавились к этому не отменилась основная причина развода измена одного из супругов а еще и прибавились но на протяжении всех веков христианстве это была самая веская причина ты вправе развестись и господу в осуждении ты не попадешь за это возможно ты попадешь за то что ты не была действительно какой-то там мягкой отзывчивый не слушала там занималась какими своими делами это другое это уже другое это уже ты за это больше нести ответственность но он будет нести ответственность за то что разрушился ваш брат по вине его измены все занавес все на этом и вот я говорю такая массовая аудитория с таким вот открытым ротом я думаю неужели это все вот это все слушает и не анализирует что она говорит а потом читаю комментарии все говорят кошмар если у мужика завелась любовница то это проблема мужика это от мужика надо избавляться а не от любовницы бегать ей там волосы драть с ней пытаться встречаться то есть бедной бабе нужно наоборот самооценку повышать и давать ей понять что ты у себя одна что жить в аду подозрений всю жизнь это ад на земле избавься от этого если ты ему нужна он сквозь десятилетия тебя достанет он поймет как ты ему нужна но только ему нужно дать это расстояние потому что счастье у людей пропорционально расстояние между ними чем больше человек скучает чем меньше он тебя видит он реально понимает нужна ты ему или нет бывает так что вот с глаз долой и сердце вон а бывает так что ну прям оказывается вот я дышать без нее не могу или без него вот именно так оно все и происходит до конца расхерачить чтобы заново начать а не с момента краха не с момента краха опять же если женщина плохая разведись по-человечески и живи стой который тебе нравится женщины часто бывают плохие женщины часто слишком самоуверенные без оснований никто тебя силком не гонит на не жениться никто тебя силком не заставляет с ней жить к сожалению так пошло я вчера прочитала мудрую такую фразу от ирины муравьёвой если в семье скандалы это потому что в семье бабы дура я в 80 процентов с этим согласна но если мужик бледун то в 20 процентах это мужик бледун они бабы дура да и и такое бывает потому что из всех правил бывают исключения из всех правил бывают исключения мы сейчас стали какими-то нетерпимыми я практически не знаю ни одного человека у кого не второй брак я сама во втором браке и я тоже сейчас понимаю я грех на душу взяла я тоже изменяла но опять же опять же условия такие были а так как у меня был ребенок инвалид на руках я тоже сидела и думала а куда я сейчас а оказывается после развода жизнь только лучше становится потому что тебе не комфортно в этой семье тебе тяжело в этой семье тебя не понимают тебя не слышит у вас разные интересы вот вообще вам могу задать прям качественный вектор будущей семьи если у вас нет совместных интересов и совместных целей семьи не будет ни при каком раскладе не будет она разрушится все равно вы можете 500 детей родить дети это не цель семьи семьи вообще создают не для не для детей опять же если вы верующие христиане или мусульмане там гораздо более глубинный смысл так что как то так